А простовые хозяйки – собиратели, хранители народного творчества, умелые рукодельницы. Представители общественных организаций Ахинайдар из 12 муниципальных образований республики встретились на форуме в Куиргазинском районе. Ахинайдар – это общество мудрых башкирских женщин, бабушек. Для проведения мероприятия хозяева выбрали уникальное место – местность вблизи села Якутово. Здесь расположены соленые озера и лечебные грязи. Гостям провели экскурсию по природной лечебнице. Сюда приезжают поправлять здоровье жители со всей округи. По словам местных жителей, когда-то это было большое озеро. В 60-х годах территорию начали осваивать под башни. В итоге она была заболочена. Заслуженный врач республики с более чем 40-летним стажем Рожап Юлборисов приложил немало усилий, чтобы хоть сколько-нибудь восстановить озерки. По его словам, целебные свойства воды и грязи подтверждены лабораторно. Обследованы в нашем Декатеринбургском институте. Специально они дали заключение. Такие заболевания, как остеохондроз позвоночника, эсиалгия, неспецифическая полиартерития, даже хранительская простатития у мужчин. Заболевания кожи, экзема, допустим, псориаз. Люди, которые несколько раз здесь лечились, они каждый год один раз приезжают в течение нескольких лет. Национальность одна, но ее богатая культура в каждом районе отражается по-разному. Руководитель общества Ахинайдар Гуиргазинского района Тамара Малбаева говорит, что именно на местах можно увидеть особенности и яркий колорит традиций и обычаев. Поэтому такие выездные форумы общественной организации проводятся регулярно. И каждый раз в разных уголках республики. У нас же язык один, башкирский, но диалект-то разный. Вот поэтому, хоть мы все башкиры, но у каждого своя культура, у каждого своя обыча. И вот каждый район показывает что-то свое. Как и полагается хозяевам, куиргазинцы встретили единомышленников радушно. На территории проведения форума было организовано 12 подворий. И в каждом для гостей приготовили угощение. Так что желающие могли отведать блюда национальной кухни. Здесь же были оформлены стенды из изделий ручной работы. Были представлены шали, паласы, вышитые платки. Большой интерес у зрителей вызвали яркие лоскутные одеяла. Рася Янебаева говорит, что начала увлекаться их шитьем недавно. Года три назад, когда родился внук. Так рукодельница возрождает традиции предков. У нас в доме очень много было лоскутных вещей. Это шаршал, занавеска. Также одеяла. И родители лоскутными одеялами укрывались. И у нас они были. И также очень много в доме бывали, сидели же на полу, кушали. Турьюрганары. Вот такие короткие одеяла. Большую популярность в последние годы обрели украшения башкирских женщин на груднике. Фарзана Хусаинова привезла на выставку своей работы. Мы сейчас получили высокую оценку своим работам. Когда оценивают твои труды такие люди, как Гульнар Кульсарина, Арзалия Султангареева, и настроения отличные. Поэтому все вместе празднуем с песнями и танцами. Такие встречи – хорошая возможность для общения и обмена опытом, считают участники форума. Рассказывают о своих работах, получают идеи для дальнейшей деятельности. В нашем обществе семь бабушек. Все мы активные, участвуем на субботниках, уборках территорий, все верующие, читаем намаз, держим пост. Этот праздник мы ждали, волновались. Давно хотели принимать у себя на Куиргазинской земле гостей из других районов. Рациональные традиции, обычаи и обряды – это сложившиеся годами культура народа. Хранителями такого наследия и являются люди старшего поколения, говорит Арзалия Султангареева. Она в эти дни с экспедицией в Куиргазинском районе изучает местный фольклор. Столько лет изучаю фольклор, и я знаю, что такое магия доброго слова. Носителями доброго, белого, нужного, мирного слова и активирующей силой сейчас являются башкирские. Женщины Агинайвер – это школа. И то, что сегодня проходит на Куиргазинской земле, именно на этой земле проходит этот форум, имеет для меня лично очень знаковое значение. Земля нуждается, народ нуждается в благоположеланиях. На форуме отметили активных членов общественной организации, поздравили и юбиляров, бабушек которым исполнилось в этом году 90 и 95 лет. Свой жизненный опыт и знания мудрые представители старшего поколения готовы передавать молодежи. Ведь добрые семейные традиции, народные обычаи, общепринятые нормы и правила поведения и определяют культуру нации. Я говорила нашим женщинам, вы не чувствуете, что вы члены какого-то общества. Вы живите Агинайами. Это Агинай, Агинай – это образ жизни вашего. Пусть превратите в образ жизни. Каждый день вы в семье будете Агинай, на улице будете Агинай, в магазин сходили, там будете Агинай, чтобы в деревне увидели, какая должна быть настоящая женщина, настоящая бабушка, настоящая башкирская женщина, какая должна быть. И все стремились, какие-то советы, за советами к вам пришли. Представители органов власти готовы поддерживать движение бабушек. Общество Агинай, вообще в нашей республике, я считаю, это очень большой плюс вообще для республики и вообще для воспитания подрастающего поколения. Потому что это именно они являются кладезью мудрости, кладезью знаний, опыта. Ну и, конечно, я им пожелаю дальнейшего процветания. И я думаю, что со стороны администрации Кургазинского района мы будем всегда поддерживать это движение. Форум высоко оценили официальные лица. Депутат Госдумы Российской Федерации Зариф Байгускаров, депутат Госсобрания Курлтай Республики Гульнур Кульцарина. Бабушки активные вносят свои предложения для разработки законопроектов. И помогают в реализации проектов, говорит Зариф Байгускаров. Они очень важную работу проводят в селах по искоренению пьянства, искоренению самогонаварения, искоренению производства, продажа суррогатного алкоголя. И мне они очень много обращаются. Вот что на такой-то деревне у нас мы такую работу провели, мы с ним побеседовали, и он перестал. Конечно, есть те, которые не понимают, но это важно, что они остаются им безучастными. И они ко мне обращаются, я уже сам обращаюсь к министрам, другим делам Республики Башкорстан, прокурор Республики, соответственно, направят проверку. То есть вот мы работаем с ним совместно. И сегодня будет у нас разговор, у нас есть несколько законопроектов, касающихся именно жителей села, и я хотел узнать о них мнение. Гости признаются, удалось обсудить многие волнующие темы, да и природной здравнице села Якутова тоже заинтересовались. Теперь, говорят, приедем отдыхать и лечиться семьями. Ведь будет здоровье, и для работы прибавится больше сил. Мероприятие мне очень понравилось. Вообще классное мероприятие. Все понравилось, все хорошо. Организовали, больше классно, на высшем уровне. Обязательно приедем с семьями, друзьями обязательно. Очень приятно всеми так познакомиться в Кургазинском районе. Вообще хорошо организовали. Им большое спасибо. Понравилось? Да, вообще понравилось. Очень понравилось. Ну и, конечно, праздник украсили выступления коллектива в художественной самодеятельности Кургазинского района. Фольклорные ансамбли показали красоту и богатство местной культуры. Альбюль Муханечина, Роман Бекулов, телекомпания «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова